Всем доброе утро! Всем большой привет! Так, ну что? У нас вроде бы морозы пошли чуть-чуть на спад. Сегодня у нас... Так, сейчас вам покажу. Плохо видать. В общем, что тут у нас? 14 градусов, что ли, даже показывает. Что-то у меня фокус не ловит. Ничего. Ладно. Вот. Немножко стало потеплее, конечно. Это не может не радовать, но обещают снег в ближайшие дни потом уже. Так что... Сегодня, кстати, у нас четверг. Вот. Так. Что я сегодня запланировала сделать? Хочу. Сегодня сейчас готовлю борщ. Так, кстати, мне надо еще сушилку, в общем-то, развешивать белье. Варю борщ. Здесь уже закинула капусту, картошку. Вот. Вчера лепешки стряпала. И что хочу сказать. У меня Иван приболел старший. В общем-то, вчера температура поднялась. Пришел со школы. И 38,7 температура. Сегодня пошел в больницу. Утром было 37,4. Ну, что-то там у него горло, в общем-то. Ну, не было бы температуры, конечно, бы я бы оставила на 2-3 дня дома просто без справки. Но температура, знаете, я всегда, когда температура, стараюсь детей либо везти в больницу, или отправлять, да, к педиатру. Вот. Ну, как-то температура есть температура. Так, что дальше, что дальше. И сегодня хочу, в общем-то, кухню помыть немножко. Хочу здесь. Да, клеить мне Саша купил вот эту панель. И так мы еще ничего не делали. Потому что, знаете, вот некогда. Весь день, знаете, вот пока сфаришь, пока тут за Гошей съездишь. Ну, сегодня дедушка вот поехал за Гошей. У меня как-то маленько посвободнее. Вот. А так в целом. В общем, предлагаю вам сегодня мотивацию на готовку, на уборку. И все. И желаю вам приятного просмотра. Обязательно оставайтесь с нами. Ну, и начинаю свою такую небольшую уборку. Это начинаю я складывать постельное белье. У меня тут высохло. Потом я буду развешивать белье. Ну, знаете, все как всегда. В общем-то, на смену сухому белью приходит мокрое. И так бесконечность, в общем-то. Дома у нас тепло, что не может не радовать. Кстати, не везде тепло. Но у нас тепло. И это очень хорошо. Мы, знаете, где-то и батареи выключаем. Где-то форточки открываем. Ну, пускай будет лучше так, чем холодно. В целом, пока все, в принципе, нормально. Но морозы, конечно, тут немножечко, вот знаете, послабление было. И вот сегодня, на сегодняшний день я снимаю. Точнее, озвучиваю на улице. У нас сегодня утром было 27. 27, ощущалось 31, что ли. И, в общем-то, большинством класса у Гоши сегодня не пришли. Написали, что детей не отпустит. Очень холодно. Но так как у нас, ну, у меня муж с утра уезжает на машине. Он Гошу увозит. А дедушка уже потом днем забирает. Ну, в общем-то, сегодня у нас получается понедельник уже. Пятое число. И на улице прям очень сегодня холодно. Прям вообще очень. Ну, и здесь я уже перешла к мальчишкам комнату. Закрыла окно. Начинаешь окно закрывать, оно прям начинает запотевать. Потому что, ну, холодно. Хоть и сегодня вот в четверг, получается, да, было первое число. Там немножечко послабление. Но, тем не менее, все равно уже атмосфера, знаете, так вот накалилась. И значительно холодно. Вот. Здесь заправляю я гиваны. И решила поменять свежие покрывала мальчишкам тут. Ну, как-то стараюсь раз, наверное, в неделю. Даже раз в две недели порой. Ну, то есть, меняю. Вот. На свежие. Ну, то есть, по мере загрязнения, знаете, то есть, и меняю. Вот. В целом, постели я меняла у них вчера. И, ну, покрывала как-то не поменяла. Ну, и сегодня решила, думаю, ладно, сегодня поменяю. Как раз там у меня немножечко свободно получается, ну, место для того, чтобы постирать и повешать. Потому что за раз все, если снимать постели, все покрывала, то это просто целая гора получается. Это много-много стирки. И, ну, сами понимаете. Убираюсь я теперь за два дня, знаете. Ну, первый день убираюсь, потом второй день убираюсь. Потому что за один раз мне уже, ну, сложновато убираться. Конечно, это возможно. Но переусердствовать тоже это не есть хорошо. Тем более уже срок уже немаленький, да. И, ну, переутомление тоже оно не дает хорошего, да, результата. Лучше по чуть-чуть, постепенно. Никто меня не гонит. За два дня убралась. Ну, и ладно. В целом, как вы знаете, нет у нас толпы, да, друзей каких-то. Или, ну, там дети маленькие, там сильно, чтобы прям сорили или раскидывали игрушки кругом. Нет, такого нету. Так что вполне за два дня можно квартиру привести в порядок. Здесь у меня сломалась швабра. И мне пришлось другую взять. У меня от Вереда швабра есть. Ну, а эту мы, ну, в общем-то, выкинули. Потому что она не подлежит, в общем-то, установлению. Вот. Так что я домывала уже другой шваброй. Ну, и ладно. Ну, и ладно. Ну, и ладно. Ну, все. В комнате у меня порядок. Все помыла, все протерла. В последнее время я сначала полисошу, мою пол, а потом протираю. Как-то у меня все наоборот получается. Ну, ладно. Как получилось, так получилось. В целом все чисто, все хорошо, свежо. Все постели чистые, покрывала чистые. Ну, а это самая главная чистота и порядок. Ну, а здесь у меня осталось время. Я решила погладить. Тут у меня рубашка и футболка. Ну, знаете, чтобы не накапливать, а есть, да, свободная минутка. Раз, быстренько погладила все. Когда, знаете, много накопишь, да, этого. Ну, как накопишь? В основном получается так, что за неделю, да, скапливаются рубашечки, да, меняешь. Ну, где-то я меняю ему рубашечки раз в два дня. Ну, по мере загрязнения. Тут, знаете, так получилось, что он сходил на изо и изморался. Хотя у нас есть фартук на рукавнике. Но, поверьте мне, это порой не спасает. И так вот получилось, что я постирала и решила быстренько погладить, чтобы не оставлять на выходные. Там уже, конечно, поменьше глажки. Это очень хорошо, потому что гладить тоже, когда, знаете, в положении уже, опять же, повторюсь, срок немаленький. Ну, сильно греться возле утюга, да, и возле печки той же самой, да, как готовишь. Долго нельзя находиться, но никуда от этого не денешься. За меня делать это никто не будет, кроме меня. Ну, в целом, можно, конечно, заставлять детей. Ну, я сама, знаете, дети учатся, знаете, их хватает им учебы, уроков, сидят за уроками. Так что я потихоньку, помаленечку сама. Так, у нас небольшой обзор покупочек. Начну с того, что муж мне цветы подарил на день рождения. У меня день рождения. Вот, 39 лет. Вот так. Ну, и давайте начнем. Так, купили мы сок в светофоре. Ну, уже одну баночку оставим на Новый год, потому что раскупают, знаете, все буквально. Вот. Так, это, ну, вот буду просто показывать и говорить, с какого магазина это светофор, значит. Это тоже светофор. Ну, это мне муж с утра, точнее, после работы привозил, заезжал. Так, это станки лента, это светофор завтрак, это кириешки тут мне Гоша дарил, чай в ленте, по-моему, 249, что ли. Так, дальше. Два полотенца по 129 рублей. Их уценили. Ну, то есть, тоже по акции. Ну, и разобрали их тоже очень хорошо. То есть, было их много, но там осталось совсем не так уж много. Саша сырыбку купил. Так, это светофор. Арасис привезли. Тоже будем жарить, ну, где-то просто можно будет поесть, может быть, какой-нибудь тортик. Ну, вот так. Так, это лента 250 рублей. Кетчуп Хайнс. Это светофор. Лимонад, тоник. Так. Это Саша себе купил. Так, сгущёнку. Обычно брала сливки сгущённые, но их уже разобрали буквально. Всё, нету. Но взяла просто сгущёнку. Так, что дальше? Взяли вот такие вот наборчики сладкие по 100 с небольшим рублей. Тут полкилограмма. Один, второй взяли. Ну, какой-нибудь из них мы сейчас попробуем. А вот этот, Гоша сказал, вот этот, наверное, откроем. А этот на Новый год оставим. Ну, и печенье тоже уберём. Холодильник, наверное, на Новый год, скорее всего. Слушайте, открылось. Мы его, наверное, порвали. Значит, не на Новый год. Значит, так будем есть. Ладно. Ну, вот такие покупки у нас были сегодня. Так что, вот так. В принципе, знаете, казалось бы, опять-таки, ну, вроде бы всё нужное, да. Вроде всё необходимое. Ну, вот так в целом. Вот так и бывает. Субтитры сделал DimaTorzok